Здравствуйте! Приветствую вас на канале Рукоделия, Рукоделеон. В сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам, как сделать второй такой красивый тапочек, чтобы у нас получились прекрасные домашние балетки. Для работы нам понадобится ватин и два вида ткани, которые будут служить внешней стороной тапочка и внутренней. Я взяла такую вот белую в бабочке и голубую для внутренней стороны тапка. Также в интернете я нашла шаблоны для домашних балеток. Вот, получается, это размер стопы и размер нашей ножки вокруг стопы. В принципе, вы можете снять мерки сами с себя, то есть достаточно обвести свою стельку, а затем метриком померить ножку вокруг стопы. То есть вот так вот выглядит вверх ботиночка. Померите сверху по своей балетке или по каким-нибудь ботиночкам сантиметры. Сколько сантиметров должен быть обхват вашей ножки. И вырежьте, соответственно, шаблоны для своих тапочек. Я это уже сделала. Вот, вырезала две стельки из ватина. Берем именно две, чтобы подошва была плотной и мягкой в то же время. Также нам понадобится одна стелька из внешней ткани, одна стелька из внутренней. И те же самые детали для верхней части обуви. Только в этот раз берем ватину в одном экземпляре. В принципе, задача состоит в том, чтобы просто все это сшить между собой. Я беру нитки и начну со стельки. Компонуем ее следующим образом. Здесь я сделала уже правый тапок, поэтому сейчас я буду делать левый тапок. Соответственно, вот это вот будет нижняя стелька левой ножки. Я ее переворачиваю узором вниз. Наверх кладу наши две стельки из ватина. И сверху покрываю все это синей стелькой. Сейчас я буду сшивать между собой эту слоеную стельку. Стелька готова. Она получилась такая вот пышненькая, мягкая. Теперь переходим к основе нашего тапочка. Снова складываем все по тому же принципу. Сначала одну ткань. Сверху ватин. Все разравниваем, чтобы все сшивалось аккуратно. По одинаковым линиям. И наверх накрываем последней тканью. Для лучшей фиксации я скрепляю все три слоя иголочкой, чтобы они не ездили туда-сюда. Снова начинаю сшивать все по контуру. Я все прошила. Теперь я вырезала из синей ткани, из такой же ткани, ленточку. И ее нужно пришить каемочку вокруг вот этих вот швов. Чтобы они спрятались таким вот образом. Так как вот эти вот швы, они в итоге в готовом изделии будут видны. Поэтому сейчас моя задача вот по всей вот этой внутренней стороне пришить такую голубую каемочку. И ступаю к пришиванию. Так, теперь, когда каемочка пришита, мы выворачиваем балетку наизнанку и сшиваем между собой края. Слегка накладываем их один на другой. И сшиваем задник будущей балетки. Задник шит. Теперь нам остается сшить между собой стельку и верх нашей балетки. Пришивать мы это будем следующим образом. Мы кладем внешней стороной, по которой мы будем ходить по земле, мы ее кладем внутрь. Чтобы потом, когда вот тапочка вывернется, получилось, что здесь бабочки с внешней стороны и здесь они будут с внешней стороны. То есть сейчас, сшивая, складываем стельку внешней стороной вверх, а верх тапочки внутренней стороной вверх. Ну, собственно, начинаем сшивать. Все сшито. Осталось вывернуть нашу балетку на внешнюю сторону. Расправляем все швы. Сейчас я беру бомбончики. Так, они будут пришиты с внутренней стороны тапочек. Значит, я сюда пришиваю. Все бомбончики пришиты на место. И в итоге у нас получились вот такие вот милые домашние тапочки, которые очень мягкие внутри и очень милые снаружи. Поэтому, если у вас есть какая-то красивая ткань и вы не знаете, что с ней сделать, шейте себе такие тапочки. Они делаются довольно быстро и не очень сложно. А дома будет приятно ходить в таких и радоваться теплым ножкам в эту зимнюю погоду. А вот, я не знаю. А вот, я не знаю.